Следующая пара. Следующая пара Денис Саламаткин, представитель Москвы. Он в синем доге против Алана Урсаева из Уфы. Ну какой? Денис, ты шустрый. И кстати, первая схватка сегодня, когда левша работает с правшой. Хорошие ноги очень быстро и сломатки ноги. Какой? Хороший. 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 Колено вытащит, я думаю, что и будет. Я обратил внимание, вот все пары, которые мы смотрели, во всех поединках были броски. То есть ребята хорошо бросают. Логика поединка диктует то, что ты в клинче до бесконечности. Если, конечно, ты не сверхвыносливый, тебе стоять не надо, тебе надо партнера уронить. Все надо партнера уронить. Даже если ничего не получится, просто вот так вот подавить на голову 30 секунд. Уже с воздухом у тебя получше, а него нет. Здесь есть возможность вытащить руку. Он ее и вытаскивает. Сорвался. Вышел локоть. Прекрасная попытка. Но чуть-чуть поторопился. А почему поторопился? Потому что всего 30 секунд. За 30 секунд не успел. Нет у тебя времени, как в грэплинге, как в джиу-джитсу, играться на позициях. Нету. То есть, или сделал, или нет. Очень хорошие, быстрые ноги. Мне понравился он Соломоткин. Он коленом с места. И посмотрите. Зацепом, аккуратненько. Классика прям по школе. 5 секунд. Руку он не отдаст. И опять спокойно залезает в маунт. Есть контроль руки. Можно сделать киме вот отсюда. Нет. Говорит Алан, не надо. Ногами сбрасывал Алан. Это причем какая гибкость нужна, чтобы такую штуку исполнять. Это что еще не все могут. Еще колено есть. Здорово. Бросает просто вот. В лучших традициях я бы сказал, что сам бы даже. Может быть, он сам бы. Ой, попал хорошо. Прилипло. Алан очень хорошо огрызнулся левым сбоку. Таким-то. И все. Подвыдохлись. Чуть-чуть подвыглись. И вот 2 минуты боя прошло. Ни на краю татами. Ну вот здесь это не очень хорошо для бойца в синем кудоге. Почему? Потому что если он раз за разом будет вот так выскакивать, судьи могут посчитать, что он уходит от боя. А бороться еще целую минуту, но пока ни один из бойцов оценок не заработал. Здесь при прочих равных. Обратите внимание. Денис контролирует в середину. Денис является первым номером. То есть он атакует. Он заставляет соперника, во-первых, отступать, во-вторых, защищаться. Но сейчас пропускает. Пропускает, но на свое счастье пропускает одиночку. Потому что пропустил серию. Сейчас оценку. Извиняем. Скаме 10 секунд. Опять аккуратно. Здесь больше партера нет. Очень, знаете, такая школьная работа. Аккуратно обозначил, что что я могу. И при этом не стал ничего дополнительного делать. А вот сейчас апперкот проходит. У нас этот удар очень, ну как не то, что редко используется, вы не очень любят по ряду причин. Обратили внимание. Все длинные серии, они скорее через боковые. Почему? Клюв. Попал пальцем, мизинчиком зацепил. Попал. Херен. С точки зрения именно техники, вот вы знаете, Игорь, здесь, ну, как мне кажется, Соломаткин просто, ну, вне всякого сомнения, он очень понравился. Разноплановые броски. Прекрасный контроль центра тяжести. То есть, да. Сопернику, ну, пришел уважение. Балан очень здорово огрызался. Разгубило, на мой взгляд, ровно то, что Билла одиночные удары. Добавляет до серии. Добавляет до серии, и тогда там оценка была бы. Да, специфика Кудо такова, что здесь, как в боксе, невозможно фехтовать, держать на джебе своего оппонента. Здесь нужна серийная акцентированная работа и нужны комбинации. А это как раз, вот этот поединок был ярким, наверное, яркой иллюстрацией, что даже при отсутствии оценок здесь практически единодушное решение и зрителей, и судьи без всяких дополнительных времен. Не понятно, кто выиграл. Субтитры сделал DimaTorzok